Библейский портал экзегет.ру представляет Послание оформлено как любовное письмо, хотя он пишет не возлюбленной даме, он пишет возлюбленной церкви. Мы, кстати, не знаем, какое-то конкретное общение или, может быть, церкви вообще. «Я, старейшина, пишу избранные госпожи и ее детям, которых я поистине люблю, и не только я, но и все, кто познал истину. И эта истина пребывает среди нас и остается с нами навек. Да будут с нами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Иисуса Христа, Отчего Сына в истине и любви». Кстати, стоит заметить, что себя он называет старейшином, по-гречески пресвитером. Говоря об авторстве послания Иоанна, в связи с первым посланием первой главы, я упоминал, что по пьерапольски упоминают некоторого пресвитера Иоанна, старейшину Иоанна, и он буквально так именуется, как в этом послании в самом начале. Но вопрос авторства действительно очень сложен, поэтому не будем здесь пытаться его кавалерийской атакой обещать. «Как обрадовался я, найдя среди твоих детей тех, кто поступает поистине». Такую заповедь и получили мы от Отца. И теперь прошу тебя, госпожа, будем любить друг друга. Пишу это для тебя не как новую заповедь, а как ту, которая была у нас с самого начала. И любовь в том, чтобы мы поступали по заповедям, его именно эту заповедь слышали вы с самого начала, по ней поступаете». Очень краткое резюме, собственно, того, что изложено в первом послании. «Да, многие обманщики покинули нас ради этого мира, они не признали Иисуса Христа, предшедшего в человеческом теле. Вот каков обманщик и антихрист. Сами следите за собой, чтобы не погубить заработанного нами, но получить плату сполна». Собственно, вот он, два основных тезиса, две основных мысли, которые изложены в первом послании. И здесь еще раз, может быть, другой аудитории, может быть, для дальнейшего закрепления повторяет. Во-первых, любовь как закон отношений в христианской общине. Здесь только он так несколько иносказательно говорит, «возлюбленная госпожа и возлюбленные ее дети, мы любим друг друга и вообще все, кто познал истину». А во-вторых, Иисус Христос, пришедший в человеческом теле, это, собственно, основание веры. Вот это то, что отделяет людей истинно верующих от всех остальных. Но и на практике есть тоже некоторое отделение. Вот тут уже он описывает то, чего в первом послании напрямую не было. «Всякий, кто рвется на первое место, но не придерживается учения Христова, чужд Богу. А кто придерживается учения, тот и с отцом, и с сыном. Если кто приходит к вам, научит по-другому, не пускайте его в дом и не приветствуйте. Ведь все, кто приветствует такого человека, приобщаются к его делам, а они порочны». Вот некоторые, возможно, конкретные люди, которых он имеет в виду, они стремятся занять первое место, они хотят себя возвысить, но в вере у них нет единства с остальной общиной. Ну и, соответственно, таких людей нельзя даже пускать в дом, не то что общаться с ними. И заключение такое очень краткое. «Мог бы много вам сказать, но не хочу обходиться бумагой и чернилами. Надеюсь, скоро оказаться у вас и поговорить лицом к лицу, и тогда наша радость обретет полноту. Приветствуют себя дети, избранные твоей сестры». Сестра, видимо, другая поместная община, и, собственно, здесь он, может быть, обращается к какой-то одной конкретной, мы, правда, не знаем какой, и пишет, что «скоро приду, все обсудим, а пока вот не принимайте, пока не принимайте тех, кто рвется к вам, но не разделяет вашу веру». Собственно, и все, что в этом послании сказано. Третье послание, кстати, будет еще короче. Продолжение следует...